Сантьяго, город, столица Чили, административный центр столичной области и провинции Сантьяго, представляет собой конгломерат 37-ми разрозненных коммун без единого органа управления. Население – 5,4 миллиона человек или 36% населения страны, один из крупнейших городов Южной Америки. Расположен в межгорной котловине у подножия Ант на высоте около 540 метров над уровнем моря, менее чем 100 километров к востоку от Тихого океана. Климат Средиземноморский, подвержен землетрясениям, главный политический, экономический и культурный центр Чили, относится к глобальным городам второго порядка, производит 43% ВВП страны. Транспортный узел на панамериканском шоссе, основан в 1541 году испанским конкистадором Педро де Вальдиве, назван в честь Святого Яга, а с 1818 года – столица независимого Чили. Название города Сантьяго, также известный как Сантьяго де Чили, был назван по имени покровителя Испании, Святого Яга апостола Якова. Пренебрежительное название Сантьяго де Чили, Сантьяго в узком смысле означает коммунну Сантьяго, административную единицу, которая занимает площадь исторического города. Ее часто называют центром, центральным Сантьяго, также существует провинция Сантьяго и столичная область. В широком смысле Сантьяго означает город или агломерацию, состоящую из 37 коммун, также известную как Большой Сантьяго. История в прошлом на территории современного города проживали Энки. В декабре 1540 года в долину реки Мопачо из Перу прибыли испанцы под предводительством конкистадора Педро де Вальдивия, впоследствии ставшим первым губернатором Чили, который 12 февраля 1541 года основал город под названием Сантьяго де Ноева Эстримадура. Эстримадура была родиной Вальдивии в Испании. Строительство нового города было поручено Педро де Гамбоа, который спроектировал улицы по гиподамовой системе. В центре была разбита главная площадь Пласа де Армасу с домом губернатора, собором и тюрьмой. Несколько месяцев спустя Вальдивия был вынужден отправиться на Рауканскую войну. И 11 сентября 1541 года Сантьяго был разорен индейцами. В 1561 году из камня построен Кафедральный собор, в 1618 году построена Церковь Святого Франциска. В 1575 году город пережил землетрясение, в 1590 году эпидемию Оспы. В 1608 и 1618 году наводнение реки Мопачо. Опасность вражеского нападения и серия разрушительных землетрясений препятствовали размещению в городе Королевского суда до 1607 года. Землетрясение 1647 года унесло 600 жизней. До XIX века Сантьяго служил резиденцией испанского губернатора и генерал-капитана. В 1798 году открыт каменный мост через реку Мопачо. Народное восстание в Сантьяго 14 июля 1810 года положило начало войне за независимость Чили, продолжавшейся до 1818 года. После провозглашения независимости страны Сантьяго был объявлен столицей. В 1822 и 1835 году произошло два землетрясения. В 1870-е годы благодаря буму горнодобывающей промышленности предпринимателями было построено множество дворцов. В 1857 году в Сантьяго пришла железная дорога. На рубеже XIX веков город обошел Вальпараиса по объему промышленного производства. После Великой депрессии 1929 года, приведшей к упадку промышленности в стране, Сантьяго стал новым домом для оставшихся без работы чилийцев. В 1960-е годы были приняты первые планы развития Большого Сантьяго. В сентябре 1973 года в городе происходили ожесточенные бои между мятежниками и сторонниками Сальвадора Альенде. В ходе уличных боев городу был нанесен значительный ущерб. 27 февраля 2010 года Сантьяго пережил сильное землетрясение. Физико-географическая характеристика Сантьяго расположен в центральной части Чили на равнении Сантьякского бассейна, части продольной долины на берегах реки Мопачо в окружении горных хребтов. Главные кордильеры Ант на востоке, Чакабука на севере и береговой кордильеры на западе. Расстояние до Тихого океана составляет менее 100 километров. Размер города длина около 80 километров с севера на юг и 35 километров с востока на запад. Площадь около 750 квадратных километров. Высота города от 450 метров до 900 метров. Центра 540 метров над уровнем моря. Самая высокая точка находится в районе Ринка 905 метров. В нескольких десятках километров находятся активные вулканы Тупангата, Тупангатита, Сан-Хасе и Майпа. Главная река в черте города Мопачо в апреле сильно милеет. Климат-климат Сантьяго средиземноморский с длительным засушливым сезоном и дождливой зимой. Прибрежные горы береговой кордильеры служат экраном, снижающим влияние океана, формируя в районе Сантьяго более континентальный климат. Колебания суточных температур в летний период могут превышать 30 градусов Цельсия. Лето не жаркое и сухое, зима дождливая. Экология Сантьяго расположена в природном районе со склерофитной растительностью, известным как чилийский мотораль, с низкими полукустарниками, который был сильно изменен человеком в ходе сельскохозяйственного освоения местности. Это привело к деградации, включая эрозию почвы. Зеленые зоны в 1992 году покрывали всего 2,5% площади города Сантьяго, один из самых загрязненных городов на планете. Расположение в котловине способствует застое выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов на протяжении всего года, особенно осенью и зимой. Отмечается высокий уровень загрязнения воздуха взвешенными частицами и газообразными веществами. Реки долгое время оставались загрязненными промышленными отходами и бытовой канализацией. В 2012 году очистные сооружения перерабатывали до 100% всех стоков города. По состоянию на 2006 год 100% твердых бытовых отходов города утилизировалось на городских свалках. Население. По данным переписи населения 2002 года, численность населения Большого Сантьяго в пределах столичной территории Сантьяго составила 5 428 590 человек или 35. 9% всего населения страны и 89,6% населения столичной области, при этом 79% жителей родились в Сантьяго, 3,3% жителей индийского происхождения, 3,16% Арауканы, 0,05% Аймара, 0,03% Кечуа и 0,02% Рапануция. Наибольшими темпами населения города росло в 20 веке. Так в 1907 году его численность составляла 384 тысячи человек, в 1940 году 1 миллион, в 1960 году 2 миллиона, в 1982 году 3,9 миллиона, в 1992 году 4,7 миллионов человек. По религиозной принадлежности в 1991 году 74,8% сантьякцев назвали себя католиками, 7,6% евангелистами, 1,8% мормонами, 1,7% и яговистами. Сантьяго – один из крупнейших городов Южной Америки, агломерация Сантьяго насчитывает 6,243 миллиона человек. Символика Большой Сантьяго собственной символики не имеет, каждая из 37 коммун Сантьяго имеет свою символику. Герб коммуны Сантьяго до 1891 года Герб города Сантьяго был получен вместе со статусом города в 1552 году от императора Священной Римской империи Карла V. На белом фоне щита изображен лев, держащий в лапе меч, фон окаймлен синей рамкой с восемью гребешками золотого цвета. Щит венчает золотая корона. В 1863-1913 году использовался герб с изображением гор, зелени и реки Мопачо. Флаг коммуны Сантьяго, принятый в 20 веке, представляет собой полотнище из синей и желтой вертикальных полос. В центре полотнища изображен герб Сантьяго. Гимн коммуны Сантьяго появился в 1991 году. Власть. Сантьяго является столицей страны с момента провозглашения независимости Чили в 1818 году. Хотя в действующей конституции Чили отсутствует положение столицы, в коммуне расположена исполнительная и судебная ветви власти. Парламент. Национальный конгресс в 1990 году с целью децентрализации власти был перемещен из Сантьяго во второй по величине город страны. Вальпраиса, где также находится главнокомандующий ВМФ, Национальный совет по культуре и искусству и некоторые другие органы. С 1891 года город существует как конгломерат самостоятельных муниципальных образований без единого органа управления. Согласно Национальному институту статистики, Большой Сантьяго состоит из 36 коммунной части коммуны Сан-Хасе-де-Майпа. Одна из 37 коммун Большого Сантьяго. Коммуна Сантьяго управляет только в границах исторического центра площадью 22,4 квадратного километра. Каждая из коммун имеет свой совет и мэра, которые избираются населением. Кроме коммун участия в управлении города, не существующего как единое целое, принимают участие власти четырех провинций и столичной области. В состав Большого Сантьяго входят 32 коммуны провинции Сантьяго, 3 коммуны провинции Кордильера, 1 коммуна провинции Талагантия, 1 коммуна провинции Майпа. Большой Сантьяго экономика Сантьяго является экономическим центром страны. В нем сосредоточены банки, штаб-квартиры крупнейших корпораций экономической комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейню. В 2005 году столичная область производила 42,68% ВВП Чили, с 1893 года работает фондовая биржа Сантьяго. Промышленные предприятия производят примерно половину промышленной продукции страны. Сантьяго является одним из крупнейших центров текстильного производства Южной Америки, также развита пищевая, обувная и швейная промышленность. В Сантьяго находятся заводы и фабрики химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической, электротехнической и машиностроительной индустрии. Крупным работодателем в Сантьяго является чилийское правительство. Значительная часть активного населения Сантьяго работает также в сфере образования, торговли и обслуживания. СМИ. В Сантьяго расположены почти все средства массовой информации Чили национального уровня, в том числе крупнейшие медиагруппы «Элмерк Юрио» и «Каписа», которые издают ведущие ежедневные газеты страны «Элмерк Юрио» и «Ла Терсера». Городская телебашня «Интель» высотой 127 метров, построенная в 1974 году, расположена в центре города. Транспорт городской системой общественного транспорта управляет компания «Трансантьяго», которая эксплуатирует метро и автобусы. Метро в Сантьяго существует с 1975 года, состоит из пяти линий и 108 станций, две линии находятся в стадии строительства. Автобусы европейских марок обслуживаются частными перевозочными компаниями, оплата проезда применяется с использованием бесконтактной карты. Такси имеет черную окраску с желтой крышей. Междугородный международный аэропорт Сантьяго расположен в 15 километрах от центра города. Аэропорт является местом базирования для чилийских авиакомпаний L.A.N. Airlines, Skyline и P.A.L. Airlines. Железнодорожное сообщение связывает город с пригородом, районами Чили и Аргентины. Центральный вокзал, построенный в конце 19 века, относится к памятникам истории и ныне не используется по назначению. Имеется междугородное и международное автобусное сообщение. Спорт. Основной вид спорта чилийской столицы – футбол, в которой на профессиональном уровне. В ней играет 9 команд, в том числе – Колоколо, Аудак из Итальяна, Палестина, Унион Испанёла, Универсидат де Чили, Универсидат Католика, Барнеча, Могальяйнас, Сантьяго Морнинг. Здесь находится штаб-квартира Чилийской Федерации Футбола, главная футбольная арена страны, национальный стадион на 47 тысяч зрителей, домашний стадион для сборной Чили по футболу, второй крупный стадион «Монументаль» Давид Арилиана. Среди других видов спорта – чилийской радео, теннис, баскетбол, вандах развиты зимние виды спорта. В нескольких десятках километрах к северо-востоку расположены горнолыжные курорты Фореллонес, Колорадо и другие. Сантьяго проходили Чемпионат мира по футболу 1962 года, Кубок Америки по футболу 1926, 1941, 1945, 1955, 1991, 2015 годов. Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд 1987 года, Чемпионат мира по футболу FIFU-2008 года, Южноамериканские игры 1986 и 2014 годов, образование университета Чилийский университет, основанный в 1842 году, является крупнейшим вузом страны. Университет Сантьяго ведет свою историю с 1849 года, Католический университет Чилий основан в 1888 году, Столичный университет педагогических наук, Столичный технический университет, культура, музей и музей до Колумбова искусства интересен с точки зрения антропологии, археологии и этнографии, так как имеет очень богатую коллекцию предметов культуры индейских племен до Колумбова периода. Коллекция из 3100 предметов представляет период в 10 тысяч лет истории Латинской Америки. Коллекция дает представление не только о повседневной жизни народов Латинской Америки, но и об истории, о мистических и культовых обычаях, об архитектуре, войнах, флоре и фауне, о языках. Национальный музей изящных искусств, разместившийся в Палаца де Бельяс Артёс, был основан в 1880 году. Он является старейшим музеем Латинской Америки. В музее собрана прекрасная коллекция живописей и скульптуры, начиная с колониальных времен и заканчивая современностью. Музей современного искусства был открыт в 1947 году. Он насчитывает около 2000 произведений искусств, в которые входят такие разделы, как живопись, скульптура, графика, фотография. Можно посетить экспозиции работ известных чилийских живописцев, таких как Немеси Антуньос и Гильермо Нуньос. В музее постоянно проводятся различные выставки современного европейского искусства. Национальный исторический музей, Национальный музей естественной истории, основанный в 1830 году, Музей народного американского искусства и другие музеи. Музей Сантьяго документирует и прекрасно освещает всю историю и города и страны, а также дом музей великого чилийского поэта Пабло Неруде. Национальный музей Бенджамина Викуния Макена, посвященный этому историку и политику XIX века. Архитектура, наиболее важным историческим местом и достопримечательностью Сантьяго является холм Санта-Лусия, на котором высится старинный замок. Именно у подножия этого холма, в долине реки Мапачу, конкистадор Педро де Вальдивия основал город Сантьяго. На площади Пласса де Армос в год 150-летия независимости Чилии в 1960 году был воздвигнут памятник основателю города Педро де Вальдивия. Окружает площадь такие сооружения, как Дом губернаторов, муниципалитет, здание королевской аудиенции, где сейчас находится Национальный исторический музей, представляющий прекрасные экспозиции, посвященные истории чилийской живописи и прикладного искусства. Кафедральный собор, самый большой в Чили и дворец Ла Монеда, в котором изначально размещался Монетный двор, а позднее стал резиденцией правительства. В центре города находится прямоугольная площадь Пласса де Армос, которая является главной площадью столицы. По ее периметру расположены здания в стиле барокко, построенные в колониальный период. Из них наиболее примечательен католический собор Президентский дворец Ла Монеда и Ратуша, главная улица города Авенида Бернарда Ахигинса, которую также часто называют Эламеда. В числе других архитектурных достопримечательностей можно отметить Монетный двор и церковь Сан-Франциско, построенную в 1618 году. В столице часто встречаются постройки в стиле модерн, неоклассики и неоготики. 20 век добавил к облику города комплекс высоких административных и жилых зданий. Город охраняет белокаменные изваяния Девы Марии, возвышающиеся на горе Сан-Крестоболь, куда можно попасть на подъемники. С горы открывается вид на окрестности. Это любимое место для прогулок горожан, ее можно назвать центральным парком. Здесь находится зоопарк, ботанический сад, бассейны, музей вин. Здесь рестораны и площадки для прогулок. Муниципальный театр оперы и балета, построенный в 1857 году и открывшийся 17 декабря того же года постановкой оперы Джузеппе Верди Эрнони, считается одним из лучших на континенте. Многие известные артисты выступали на подмостках этого театра, от Анны Павловой до Пласи до Доминго. В 1974 году муниципальный театр был внесен в список национальных памятников Чили. Копией парижского пятипали является дворец искусства Палаца де Бельяс Артёс в парке Форесталь, который в 1976 году также стал национальным памятником Чили. Район Белулависта, известный как Парижский квартал, является одной из самых ярких областей города, с бесчисленными ресторанчиками на любой вкус и ярмаркой ремесел. В городе находится здание юстиции, в котором расположен Верховный суд Чили, высшая судебная инстанция в стране среди парков. Парк Метрополитано, самый большой из парков размером 780 гектаров, парк Караукона, основан в XVII веке, парк Ботаника, в нем около 70 видов деревьев. Парк Лас и Скульптура с парки Делос Рейос построен в честь 500-летия открытия Америки. Парк Охигинс, в нем находится деревушка, музей Уаса, музей насекомых и раковин, аквариум и центр ремесел. Другие парки – Альмагра, Гран Хавентура, Бустан Минти, Инес де Суарис, Хуан 13, Майда, Бесцентинарио, Форесталь.